Твоя девка Кричьи с лестницы на дно Вообще, меня дико раздражает то, что вы все ебанулись на теме расизма, гомофобии и так далее, так далее, так далее То вы всей планеты 50 лет назад геев за людей не считали В автобусах у вас были разделенные сидушки там для черных, для белых, для желтых, для мексиканцев и так далее, тому п*** Теперь вы вообще совсем ебанулись в другую сторону Люди не могут нормально держать баланс, просто честности и правды какой-то Люди любят крайности, либо так, либо так Тем самым вы сами подчеркиваете расизм и не даете людям нормально жить То вы увидите там Coolest Monkey in the Jungle Ну ладно, неоднозначная ситуация Вот на днях читал что-то, там игрушки какие-то, Прада выпустил Якобы там похожую африканскую культуру высмеивают Полный бред, просто полный бред Я считаю, что расизм это неадекватно Но искать расизм там, где его нет, это тоже, сука, неадекватно К примеру, если будет висеть баннер с группой русскоязычной Я подойду и ткну им фак, потому что они мне, сука, не нравятся Вы подумайте, что они мне, сука, не нравятся Но если это будет азиатская группа, то вы подумайте, что я расист, б***ь А мне просто нахуй не нравится эта группа, вот и все Мне не нравится этот жанр, к примеру Вам также может не нравиться моя музыка, мне похуй Как бы им похуй, потому что там мне что-то там не нравится Это нормально Я клянусь, что когда вы раздуваете расизм там, где его нет Именно вы этими действиями не даете людям нормально жить Не даете им успокоиться Напоминайте о том, что когда-то они были меньшинствами, б***ь Плюс такими моментами вы создаете баланс уже обратно в другую сторону А такого быть не должно, должно быть равенство В том плане равенство, что цвет кожи и твоя внешность, и твоя национальность Они не определяют ничего насчет того, какой ты человек А вы сами, в том числе и белые люди Ставите это уже все так, что остальные расы не наравне, а они даже выше В неоднозначных моментах, где, к примеру, над белыми людьми смеются Ну, возьмем такую тему, что подойдет кореец и тыкнет фак группе руки вверх, да Это не расизм, ну, это просто Но если, сука, наоборот, то это уже расизм Таким образом, вы ставите выше уже других остальных людей над белыми Мне дико стыдно, что такая хуйня вообще когда-то была в нашем обществе И что главными, так скажем, инициаторами этого были именно белые люди Так как я белый человек Но я за правду, я не считаю, что это нормально Я считаю, что ненормально ставить кого-то выше других Особенно, если мы говорим об этом в каких-то благих целях равенства, да И без разницы белых над черными, черных над белыми и так далее Даже что я сейчас говорю черных От этого уже некоторые люди подумают, что я, блядь, расист И скажут это, они ебанутые, сука, конченые люди, блядь Насчет постоянного перетирания я могу вам привести такой пример, самый простой К примеру, представьте, что у вас убили всю семью Да, это ужасно Об этом как бы не стоит забывать о том, что вот этот человек это сделал и он ужасен Хорошо Но вам самим будет приятно просто об этом вспоминать Если вам каждый день будут под разными предлогами это напоминать О, у него убили семью, как мне его жаль, как мне его жаль, как мне его жаль Да вам это просто настоебит Да, это было, но вам, сука, захочется об этом просто не то, чтобы даже забыть А просто расслабиться и пожить И чтобы вам об этом, сука, не напоминали, потому что это больно И такая же тема, к примеру, и с тем, что было когда-то в отношении чернокожего населения в Америке, такая же тема и с Холокостом, да, это ужасно, этого не надо забывать, никогда, никогда не должно подобное повторяться, но, сука, не надо искать это там, где этого нет, не надо искать там дискриминации, где ее нет, таким образом вы, сука, напоминаете и мешаете расслабиться этим людям, этим людям, блядь, оставьте их в покое, нахуй. Больше всего обидно, что все эти компании типа фэшн-брендов и того самого, они все идут на поводу, они все, блядь, идут на поводу, 100 лет назад, 50 лет назад, 200 лет назад, когда были какие-то из проблем, которые я упоминал, ранее там 300 лет назад какие-то проблемы были, они бы также пошли на поводу, только уже в другую сторону, ну, сука, они идут все на поводу, у них нет своей личной вообще никакой позиции, блядь, вот эти игрушки с Прадой, ну, это просто пиздец, там нихуя не похоже ничего, вот реально, я смотрел, да нихуя не, чем не похоже на африканца какого-то или что-то такое, это просто, блядь, игрушка, но нет, конечно же, они сразу, блядь, извиняются, все убирают, все удаляют и так далее, тому подобное. Или тема с Дольчин Габбана, ну, типа, если кто-то из них там реально писал такую хуйню, которую он писал, да, про китайский народ, это пиздец, но вообще, в принципе, залупаться из-за того, что азиат ест палочками, блядь, бургер, там, сэндвич, я не знаю, или еще что-то такое, ну, это просто, типа, полный, блядь, бред, это просто полный бред, это, сука, всего лишь ролик про совмещение двух культур, азиатской и итальянской. В чем суть, в том, что Дольчин Габбана, итальянский, сука, бренд, в Китае, к примеру, да, там что-то делает, в этом суть, и это прикольный ролик, блядь, где там нахуй расизм, сука, вы что, ебанутые? Я за последний год был четыре раза в Южной Корее, я третий раз сейчас в Японии, у моей девушки вид на жительство в Японии. Если послушать мой последний альбом, можно понять, что я уж точно не про такие вещи, как расизм и создавание каких-либо меньшинств. Поэтому нахуй я не понимаю вообще, о чем вы говорите, когда вы говорите такие слова в мою сторону. Если кто-то меня не понял, или где-то увидел то, чего я не имел в виду, то, сори, может, я как-то неправильно изъяснился, но теперь я точно расставил все точки над И, и если вы все еще меня не понимаете, значит, вы просто тупорогий блан или малолетний овца, и идите нахуй, тяните кожу с моего хуя. Спасибо. В конечном итоге я всех люблю, всем Merry Christmas и Slime скоро.